Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Текст у вас получается достаточно большой, поэтому я буду его читать и давать комментарии. Муж не слышит моих просьб. Ну, здесь в первую очередь вопрос заключается в том, говорите ли вы на языке человека, понятном ему, и какая выгода человеку вас слушает. То есть для чего ему вас слушает. Если выгоды нет, если говорите на непонятном для человека языке, вот, если то, что вы говорите является тем или иным подкреплением для его поведения, вот. Например, когда вы говорите, оставь меня в покое, там, допустим, я не хочу, значит, сейчас этим заниматься и так далее. То в зависимости от контекста диалога и типа личности, модели поведения мужчины, это может иметь совершенно обратный эффект. Вот, вот, пример. Прошил, не тревожит меня, пока в отдельной комнате занимаюсь творчеством, заходят на сто раз по пустякам. Ну, понимаете, как бы, вообще говоря, дверь можно закрыть на замок, то есть повесить замок, это первое. Второе, очень важно увидеть, как вы его просите, то есть если это выглядит примерно так. Дорогой, сейчас я буду заниматься творчеством, а, пожалуйста, не заходи ко мне в комнату в ближайшие два часа, например. Я буду заниматься творчеством, а звучит, в принципе, вполне нормально. Но, это при том условии, если человек знает, что такое личный границ, а если человек не знает, что это такое, то для него эти слова, то для него эти слова пустуют, к сожалению. Дальше, здесь может быть обесценивание, здесь может быть обесценивание того, что вы делаете, в вашей важности, да, в вашей значимости, и вот с этим, с тем, что человек не чувствует важность от того, что вы делаете, вот с этим уже, пожалуй, не сделать ничего. Другой вопрос, другой момент. Вы же терпели, ну, то есть, вы же вот говорите, что 8 лет вы вместе, ну, так в начале, когда вы только начали встречаться или совместно проживать, было же то же самое, или нет? Что изменилось сейчас, что вы решили написать? Выяснили, что вы терпели все это время? Хорошо. Почему терпеть стало сложнее? Может быть, пришло разочарование? Я имею ввиду супруга. Может быть, что-то еще? После моего ответа, что помощь не нужна, он начинает складывать вещи, что я уже сложил и посвоил. Я складываю белье, он спрашивает, нужна ли помощь. После моего ответа, что не нужна, он начинает складывать вещи, что я уже сложил и посвоил. Это постельное белье, если что, я хорошая хозяйка, белье чистое, выглоченное, для чего он это делает, не знаю. Но, по всему, привлекает ваше внимание. И здесь нужно сказать, что человек ведет себя как ребенок, вы ведете себя как родитель. А вот это первое. Второе. Собственно, можно спросить в такие моменты, когда человек предлагает вам свою помощь, можно спросить, «Слушай, а вот ты сейчас предлагаешь помочь, ты чего хочешь на самом деле?» Ты на самом деле хочешь помочь, или тебе хочется чего-то другого? Ну и вам, соответственно, тоже можно и нужно подкорректировать свою обратную связь, вот, чтобы говорить о том, чего хотите вы и что можете вы. А, вы пишите, если что, я хорошая хозяйка. Здесь как будто бы вы не уверены в себе. Сегодня вечером я начал задавать мне вопросы о моем науке. Мне завтра сдавать анализы. Нельзя эмоционально и физически перенапрягаться. Это мне подсказывает, что все это вы делаете сами. Сами организуете свои анализы, сами занимаетесь своим здоровьем. Если человек не видит важности вашей деятельности, то его можно привлечь к этой деятельности и показать, как бывает, ну, какие бывают процессы, как это все происходит, как это все может происходить. Это тоже довольно интересный момент. Итак, у меня чувство, что ваш муж видит себя несколько менее важным, чем вы. Ну, и пытается таким образом привлечь ваше внимание. Так, легла отдыхать. Время позднее. и я, в принципе, не люблю разбираться в ноутбуке. И меня развращают, там все время дергают меня вместо того, чтобы разобраться с мамой. Ну, вот здесь вот классическая позиция родителя и ребенка. Ребенок пытается привлечь внимание, а родители отнекиваются. Пять раз я попросил его оставить меня в покое. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Вы говорите об этом как? Вы говорите, оставь меня в покое. Это директива. Директива реагирует, вызывает реакцию у человека совершенно обратно. То есть совершенно противоположно. А если вы скажете мужчину, например, что я хочу отдохнуть сейчас, да, или, например, я чувствую неприятные ощущения от того, что сейчас происходит то здесь мы увидим, как я уже сказал, то, как человек относится к вашим потребностям, к вашим желаниям и так далее. Ну и повторюсь, вовлекать его в процесс тоже очень нужно. Но продолжала, как бы, чем не бывало, задавать мне вопросы, хотя внятно дала ему понять, что не хочу, сейчас я сейчас этим занимаюсь. А вот буквально как? Я наготовила, убралась и просто хотела отдохнуть. Ну вот если еще есть такое чувство, что вы ведете себя опять же, как родители. То есть вы работаете, вы готовите, вы убираете, все раздается на вас. Если есть ощущение, что мужчина видит вас просто маму, и нет чувства, что вы занимаетесь собой, что вы заботитесь о себе. И даже нет такого чувства, что у мужчины есть ощущение, что он рядом с вами. Мужина. В принципе, я, если я просто не хочу этим заниматься, разве этого недостаточно? Достаточно. Вопрос в том, как вы об этом говорите, и как обеспечиваете свои интересы. Это мой ноутбук. Мне причастность его мастера, тут установлены все обновления и т.д. Да, это ваш ноутбук. Только почему ваш муж про него спрашивает? На четвертый раз, когда задал один и тот же вопрос, ответ на который я просто не знал, я вспылил и начала кричать и материться. Ну, понятно, вы долго сдерживали себе злость и обиды. Вот. И... В общем-то, она далась ответ на ответ. Интересно. То, что вы сдерживаетесь, это тоже родительская позиция. Тоже родительская позиция. И больше, наверное, мужское качество, нежели чем женское. Женское. Не считайте так. Кстати, в Курнослове Терратия начала где-то на 8-й год нашей совместной жизни. Ну, то есть... Допекло. 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 Достало. Ну... Интересно, опять же, как вы до этого дошли. Ну... Что-то не нравилось раньше. Иногда мне кажется, что хоть так докричился. До него. Откуда эта потребность? До него докричаться. Докричаться, чтобы что-бы что? Чтобы что? Чтобы он вас услышал. Чтобы он сделал так, как вы хотите. Чтобы он вас принял. Совершенно очевидно, что здесь вы решаете некоторую свою проблему. Вопрос только в том, какую проблему. Ну, не докрикиваются люди, уверенные в себе, до других людей. Достаточно сказать один раз и... Ну, два. Если человек не услышал, мы делаем выводы. Всё. Здесь снова и снова это делается. Но это влияет на меня, на мою систему, крайне разрушительно. Это правда. Но вы в этом не одиноки. Это на любого человека... На любого человека так это влияет. Зачем до этого доводить? Я не хочу постоянно раз быть похожим на историческую. Неужели кроме развода нет выхода? Есть выход. Это... Остается интересно. Это... Посмотреть. Посмотреть на... Свои... Чувства к мужу. Вот. Если у вас, безусловно, принятие его... С... Соответствующей адаптацией... К его поведению. Вот. Я не представляю, как реагировать более спокойно на его поведение. Да. Это пока в вас кипит злость и обида. Её можно прожить. Вот. Вы сами говорите, что у него есть такая мама, и почему-то ждёте, что он будет вести себя иначе. Так. Значит... Меня захлёт случилось злости, когда он так поступает. Это нормально. Вопрос в том, что вы с ним делаете. Ещё хуже, когда прощу, что ты не делаешь. Он говорит, что понял. На следующий счёт не берёт и делает, не обращая на меня внимания. Опять же, можно спросить. То есть, можно буквально вот... Записать то, что... Ну... Сделать запись. Вот. Потом, когда он сделает... Показать ему запись. И спросить, что изменилось. Вот. Ну, пытаться прояснить. Дальше. Его мать такая же. В итоге, на старых лет от неё все отвернулись. Ну, вот здесь... Чувствуется, что вы... Как бы, ну... Боретесь с его мамой. Вот. Чувствуется, что вы... Конфронтируетесь с ней. Вот. А в конфронтации с мамой может вступать только другая мама. Поэтому вы, вот... Точно такой же родитель, как и она. Вот. Для... Вашего мужа. Вот. Не очень понял. Для чего вы про неё написали. Такое ощущение, что у вас просто обиды на неё. Точно так же, как и на маму. Ой, на мужа. Так. Как она не может не богатеть родственникам, так и мой муж продолжает игнорировать мои просьбы за комнату. Он такой. Это нормально. Вы же как-то с ним прожили. Вопрос в том, как? Что изменилось? И ещё момент. Он проигнорировал мои слова. Не входил в комнату. Такое у меня важное совещание. Принялась еду, когда я выступала. Я сбилась. Не могла не думать о еде. Коллеги косились на меня из-за того, что вышла заминка. Смотрите. Я, конечно, не знаю. Но. У вас. По моим ощущениям. Довольно важная работа. Вы её делаете дома. Вы не изолируете своё пространство. Не защищаете его. Вы обвиняете своего мужа в том, что он нарушает ваши личные границы. Но как вы, кроме ваших слов ему, как вы их защищаете? Какие действия вы предпринимаете? Не ясно. Такое ощущение, что вы, не защищая своих личных границ, ставите мужа в ситуацию, когда он может их нарушить в силу своего характера. Вот. И получаете возможность на него злиться. А в другое время, вы себя сдержив... Ну, подавляете злость. Иными словами, есть такое ощущение, что вы с мужем играете в эту игру. Понимаете? Он, таким образом, привлекает ваше внимание. А потом, если по-другому, вы не будете на него... его обращать. А вы через него находите возможность выразить свою злость, которую в других случаях просто бы подавляли. Вот. Еще раз повторю, я не увидел у вас никаких действий, направленных на защиту своих личных границ. При том, что речь идет о важности, вы, зная, что может нарушить ваши личные границы, начиная работать, оставляете дверь незакрытой, просто его попросив не заходить. Имея за плечами опыт нарушения ваших прос. Это странно, как минимум. Ну, и что касается еды. Очевидно, вы начали либо работу голодной, либо еда для вас более интересна, чем ваша работа. То есть, вы здесь частично перенесли свою ответственность на мужа. В той части, что не могли не думать о еде. Что означает, что муж-то прав был, что принес вам ее по-своему. Понимаете, понимаете, да? Так. С мужем поговорила после, но ровно через неделю он повторял то же самое, просто один в один. Ну, вот у меня ощущение, что вы все время ждете, что человек изменится. Реально ли построить здоровые отношения с таким человеком? Реально. Первое, это безусловное преднепринятие его. Второе, адаптация с учетом его особенностей, если есть желание. И третье, это, в общем-то, определение своих чувств к нему. Как можно помочь себе не нервничать так? Из-за чего вы нервничаете? Это ощущение незащищенности? Это адекватно. Вы ничего не делаете для того, чтобы себя защитить. Ничего. Кроме слов. Не реагировать так остро. Это вас задевает. Я пока не понимаю, как. Ну, то есть, я в общих чертах представляю, хотелось бы расспросить. Острая реакция, это то, что вас задевает. Ну, например, чувство беспомощности, чувство обесценивания. Вот. Самое себя. Вы к этому готовы? У вас это очевидно было всегда. Вы взваливаете на себя так много не просто так. Вы берете на себя так много не случайно. Вы через это пытаетесь доказать, что вы хорошая жена. Но... Но личную ответственность за свое личное пространство, за свое личное психологическое пространство, вы не несете. Его поступки со стороны выглядят безобидно и... А я преувеличиваю. Нет. Его поступки выглядят просто, как поступки человека, который не научен к культуре личных границ. Не научен. Просто не знает, что это такое. Им, как бы, ну, бесполезно об этом говорить. Вот. Он не понимает и он не хочет понимать. По словам мужа, я раздеваю ему к слона. Правильно, для него это действительно так. Он не понимает, о чем идет речь. Реально ли вы строите здоровые границы? Да. Только это ваша задача. Это ваша задача. Это не задача вашего мужа, который вам все устраивает. Я рекомендую вам почитать книгу Талсинда. Стены. Стены. Она так и называется. Автор Талсинд. Называется Стены. Вот. Книжка была в интернете. Какое-то время назад. Посмотрите, может быть, найдете. Вот. Неплохая книга про личные границы. Вот. Если опустить теологическую часть, дело в том, что автор является теологом, вот, там много теологии. Если это опустить в книгах, эта книга достаточно хорошая. Вот. Ну и работать с теми моментами, которые я озвучил. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.